В конце марафона с людьми, в конце марафона, они все счастливы, они такие, да, да, полет, полет. И складывается очень много стереотипов получения удовольствия, то есть репат. А ты скажешь в том, что и утром, и вечером человек залезает душ, да? Ну да, нет. Ну раз в несколько дней залезаем максимум. Ты меня пугаешь. Че, или раз в неделю надо помыться? Ну это не вставляем, я думаю, в YouTube, да. Вот. Не, можно оставить. Так, можно как-то так вальяжненько дует? Конечно. Нет, сейчас у нас вообще полный, у нас как бы ничего не дублируем, никогда все как-то. Иногда Егор там говорит, типа ты плохо, перезапиши вот эту фразу там, ну когда я долго дрыгаюсь там, ну, ну. Но в разговорах вообще мы ничего не перезаписываем. Отлично. Это как когда этот Дудь пригласил, по-моему, этого, как его, Познера, да, он сказал, что без монтажа. Без монтажа, да, ага. Ну да. Самые лучшие ролики, на самом деле, без монтажа. Да? Меньше мороки и больше интересного. Поехали, да? Да. Ну что же, всем маткусь привет. Рядом со мной доктор, врач Владимир Девченко. Привет. Привет Владимир. Очень рад познакомиться. Я тоже. Смотрю твои ролики регулярно. По математике, да? Слушай, ну у тебя не только по математике, но и по математике тоже. С Семей Леведевым, да? Да, да, да. Которые в этой рубрике нашей, да? Да. Вот. Так вот в эту рубрику я Владимира и позвал. А он меня позвал, соответственно, в гости. Но на самом деле можно это назвать визитом к врачу. Потому что вот математик, популяризатор Саватеев, да? Большой любитель лыж, забегов в горы, просто пробежек. То есть он циклика. Циклические виды спорта, да? Ну такие. Наверное. С повторяющимся паттерном движения, да. А, ну да, да, да. Конечно. Не то, что я взял груз. Какой я груз тут возьму? Я вот больше люблю с грузом работать. С грузом? Да. Я вообще кандидат в мастера спорта по самбо. Вот. То есть я со спортивным прошлым, как говорится. Вот. Потом лет шесть занимался танцами различными. Если я скажу, что танцевать с красивой женщиной приятнее, чем бороться с плотным мужиком. Это прям точно. Вот. Рок-н-ролл он занимался. Танго. Танго вообще великолепные. Блин. Вот это да. Великолепные танцы. Вот. И потом вот у меня был такой, знаешь, стал мастером спорта по работингу. Такой вид спорта? Работинг. Работинг. Такой вид спорта, когда берешь, встаешь и 18 часов в день работаешь. А, вот-вот-вот-вот. Да, почти международного класса. Да, да. Знаешь, литербол, работинг. Трудоголизм называется. Альтернативные виды спорта. Вот. И сейчас понял, что попал в клуб «Кому за тридцать» называется. Знаешь, это когда, чтобы было как раньше, уже что-то надо делать. Вот такой клуб «Кому за тридцать». У меня было другое определение. У меня было определение. Вот возраст как бы детства, когда ты бухаешь и утром ничего нет. Вообще ничего не происходит. Юность там, средний возраст, когда ты бухаешь и утром плохо. Ну, а старость, это когда не бухаешь, а утром плохо. Но я еще, в принципе, я старости еще не достиг. Но, тем не менее, есть несколько вопросов, которые я вообще-то и так собирался как-то обратить к какому-нибудь врачу. А когда вышла возможность взять и обратить их просто на канал, да еще заодно вот коллегу взять и порекламировать, да, так это просто самое оно. Вот смотри, видишь руку? Да. Вот она. Нормальная рука. Вполне. Нормальная, да? И вот рука. Вот, значит, я на этих руках хожу на лыжах там вплоть до ста километров за один день. У меня ежегодный марафон. Хоньком? Нет, классика. Классика. Причем это не то, что там кто-то нарезает для нас ратраком лыжню, нет. Это такая как бы любительская лыжня. Она, конечно, она, в принципе, кладется. В отличие от наших обычных выходов, когда идем 60 км и сами тропим. Ну, меняетесь. Да, в группу тропильщиков не попадаю уже по старости. Вот. Там человек десять таких самых крутых фигачит, а мы сзади по этой лыжне идем. Ну, еще ликатуру, у меня снега зависит. Если снег вот такой, то, конечно, тропят почти все иногда. Тогда я тоже троплю. Вот. Но вот это вот отдельное такое мероприятие, праздник сезона называется «100 км за один день». Ну, и я его прохожу худо-бедно, медленно, не быстро прямо скажем. Прохожу далеко не впереди, там не в середине. Ну, может быть, иногда в лучшие годы бываю где-то в середине, а в основном ближе к концу. Ну, все было бы ничего, но только недавно, значит, был проведен там курс лечения кожи на ногах, которая трескается все время. И сюда вкалывали много раз какое-то вещество. Падение, да? Да. И вот теперь движение «взять рюкзак», вот это движение я сделать почти не могу. Охватывая, да. То есть я могу, но мне очень здесь становится реально больно. Да, я тебе расскажу, что это не из-за того, что тебя кололи. А это пожалуйста. То есть вот правая рука. Значит, есть два способа поставить диагноз. Первый – это проводить много тестов и потом поставить диагноз. Второй – это называется распознавание клинического паттерна. Распознавание клинического паттерна – когда ты это 1000 раз видел и уже говоришь, что это, а потом подтверждаешь тест. А потом подтверждаешь тест. Да, у тебя эпикондилит, я думаю. Мы сейчас посмотрим. Эпикондилит – это боль в месте прикрепления мускулатуры. Очень часто это бывает… Да, вот тут локоть теннисиста – это супер классическая штука. Она очень часто идет от перенапряжения мускулатуры, кстати, если хочешь полечить – у тебя это хорошо лечится. Вот классическая точка эпикондилита. вот она распознавая клинического паттерна и смотри в принципе это супер стандартная спортивная травма локоть теннисистого что характерно для тенниса они очень много активно работают кистью вот но на самом деле это воспаление до укрепления мускулатуры и чаще из-за перенапряжения мускулатуры то есть то что я отжимаюсь например каждый день на кулаках это тоже может играть роль нет тут скорее работать с кистью через хват лыжи как раз лыжи да и ну вот если ты хочешь прям поговорить прям вот об этой штуке но а эта штука это значит я могу честно сказать я с ней жить могу показать фокус и улучшить ее прямо сейчас давай прямом эфире прямом эфире да давай какое тестирование обычно давайте взял влог посмотрим расслабься и смотри есть вообще вы представьтесь на чем я занимаюсь вообще да то есть кто 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 это да вот я врач спортивной медицины реабилитолог мануальный терапевт да я уже стеснялся доктор остеопатии да сейчас такой идет негатив жесткий на остеопатию но я еще и доктор остеопатии что такое остеопатия остеопатия и ну это такой скажем вид альтернативные медицины как я обычно говорю мануальной терапии шизофрении примерно 50 на 50 и грубо говоря был период когда дам занимался этим этой речи на потом как-то больше стал заниматься американскими и европейскими методиками мануальной терапии реабилитации они мне более понятны то что они строятся по логическим принципам очень четным вот и у нас любой сустав да это где суставные поверхности связочный аппарат мышцы и нерв которые впитают да и вот проблемы где-то там вот и соответственно дальше надо понять в какой части проблема например классический осмотр при твоей проблеме до начинается с очень простой вещи называется измерение амплитуды движения в локте сгибания расслабься и в конце амплитуд боли есть или нет или нормально нормально в принципе не больно вторую ручку также согнем вот амплитуда примерно одинаковая да то есть нас будет интересовать а угол если угол будет вот пример такой на одной руке на другой другой нам нехорошо опять же нехорошо если на в конце сгибания мы чувствуем боль нет такого рим разгибания но опять же для твоей проблемы не характерно проблему трисуставная да но все равно это проверять есть боль в конце амплитуды тоже нормально да и активное разгибание тоже нормально да а я уже сам нащупал что только при подъеме груза вот и первое говорим что сустав стоит нормально да то есть на сгибание-разгибание в норме так вот поскольку здесь сустав хитрый надо обязательно проверить еще ротацию кисти но тоже вроде бы в связи на что чуть-чуть тянет да мы здесь именно здесь между потому что мышцы натянулись но тоже блокировки не чувство вот на самом деле проблема мышечная теперь проверяются мышцы по-другому смотри здесь крепится разгибатели кисти и пальцев разогнил так пальчики и кисть на себя на себя на себя на себя максимально разбит а вот и теперь смотри вот так есть боль удержим держи как туда передает да есть вот лишь не так хватать больно на самом деле тебе больно разгибать вот потому что вот эта боль идет от укрепления разгибателей разгибателя не сгибателей поняла идея вот просто когда мы включаем сгибатели мы автоматически включаем и разгибатели нас не может и всегда работают пары агонист антагонист а вот и поэтому на самом-то деле просто в жизни больше держи хватать и движения на проверка идет так теперь смотри еще раз на себя кисть вот мы предполагаем что сейчас найдут мышцы зажатую делать и тут паре пережимаю даже ну создаю альтернативную точку фиксации размыла здесь нет воспаление точки фиксации держи крепко боль больше меньше а вот здесь немножко болит но внешне а там нету нету понял да а если не пережимаем да 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 то есть фактически каким образом мы подтверждаем диагноз я предполагаю потому что я такой видел миллион два миллиона раз про это пишет спортивная болезнь это очень это очень часто я ну знаешь я единственный раз увидел не у спортсменов девушка секатором работала секатор это такие ножницы для кустов а мужчины очень тонну поля продавлено на работала тоже я получил так и локт вот и собственно как я подтверждаю диагноз то есть я думаю что эти мышцы перегружены укорочены и они начинают очень сильно тащить за место прикрепления вместо прикрепления нас идет называется нтс это где вот где сухожилия проникает в кость врастает и когда мышца оказывает нагрузку она как бы выдергивает ся из кости постоянно понимаешь на день вот и если мышцы перегружены укорочена то при включении она очень сильно себя выдирать из кости и там возникает подрыв частичные воспалительный процесс штука это к сожалению очень любит быть хронической то есть она может там годами болеть вот поэтому лечить лечить ее надо и мой друг сказал это говорит у тебя произошло первый раз сорок восемь лет всего тогда яга тебе завидую да я как-то был на сейчас на карантине очень модно все переносить в онлайн вот и поэтому я умудрился попасть на конференцию в лондонскую конференцию физических терапевтов но это да ребят как я и там было отделение по локтю теннисиста восемь часов обсуждали эту проблему это очень серьезно такая как бы значимая проблема потому что например если ты профессиональный теннисист не можешь играть ну да просто выиграйся смотри как подтверждаем диагноз да то есть я предполагаю что это на крепление этих мышц я создаю альтернативную точку крепления и они опираются на эту точку и болит понимаешь да я стала меньше соответственно болеть спасибо не будет вот и когда я пережимаю ты можешь выдерживать нагрузку понял да идея а теперь собственно как лечить ты иголок боишься кидать я не можете потыкать в руку чуть-чуть я думаю что можно в ревом эфире произойдет лучше станет давай давай рискнем давай рискнем но если я в прямом эфире своего собственного канала падал в обморок это будет на нашу огонь название будет саматеев падает в обморок на приеме врача да там у меня прикол был я со стоматологом хирург стоматолог пришел узнать наш они там работал в крови все время иголочками в шею втыкаю и сознание взял оказывается он боялся уколов но не сказал режет короче хирург так вот и теперь смотри по поводу у нас мы как смотрели план ты хотел спросить по пуду иголок нет это просто я сказал что ты занимаешься иголками а я ничего про них не знал ну вот два два слова об иголках расскажу знаешь у нас есть китайская медицина где очень сильно используются иглы флексотерапии нам слышал иголка китайцы но слышал когда слышал я этим не занимаюсь вот соответственно есть такое называется книжка такая симмонс и travel миофасциальные боли и дисфункции вот такой как война и мир два тома вот это такие американские деятели которые описали все зажимы во всех мышцах как его какой они дают симптоматику вот и как это лечить так вот и они предлагали в свое время брать шприц на вокаином и вот так по мышцы колоть в эти точки которые зажаты потом оказалось такой был карл левит очень известным на терапевт он вдруг решил попросить место на вокаин от из раствора вести и оказалось что срабатывает точно так же как и на вокаин вести потом он решил а если просто ткнуть шприцом оказалось что тоже срабатывает так же как и война потом подумал а что тыкнем шприцом когда у китайцев есть замечательный инструмент а ног тоньше и менее травматичный вот поэтому этот методик называется сухое иглуукалывание сухое потому что на вокаин не используешь это просто это нечто вот и спиртиком давай все по-медицински сделаем спиртиком отлично молодости дежурил в больнице городской очень интересно что мы делаем надо найти вот в этих мышцах зажимчик да и теперь смотри в этот зажимчик надо вот к наместить иголочку да не смотри что мы ищем мы ищем центр спазма который должен дать патологический рефлексов нас в норме мышцы на введение иглы не реагируют вот но при попадании именно в триггерную точку этот патологический спазм в мышце должна произойти локально судорожная реакция мышца поддергивается как будто молоточком по коленке ударили это терпимо вполне вот это означает что я попал так поехали похоже ну пока не болезненно расстрел есть пока не чувствую я чувствую какую-то небольшую боль терпимо мордочек возьму кого пару точек игры возьму а осмыслишь одну народу там тут еще шум и прижой о попал но немножко другие ощущения скажем пробивает дальность и пальцев дергать попал вот это ищем почувствовал рефлекторное сдрагивание с его контролировать не можешь к его происходит и довольно но больнее чем было да попал хорошо прям но ищем и именно то есть до этого была . пустая почувствовал никаких реакций подергивания уже хочешь убежать нет 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 я терплю я терплю нормально терпимо но я думал что это после тебя сейчас уколов коридашла крайне перегрузка вот где же мог перегрузить вижу но я всегда докатаюсь уж может быть или темляк или как-то по-другому там толкал или там еще что-то да интересно но я просто вот у меня это волнует рука только в одном плане что я хочу продолжать что у тебя довольно автор процесс ну то есть на самом деле у тебя пальпация ну то есть при прикосновении к зоне у прям ну детская болезненность за пальпация пальпация это а это палец щупать а щупать пальпировать ток по латыни врачи же не нормальные люди него печали мы говорим мы тоже у нас рациональные числа вместо дробей там коммутативность место перестановочного закона то есть у нас тоже так нарочно ну чтобы ничего не было попало да конечно вот причем знаешь что интересно попал еще чем что интересно что часть медицинских терминов на латыни а часть на греческом например желудок он и стомах и гастр слышал гастрит конечно слышал он еще не стомах вот прикинь короче нет и бывает что очень конечно у меня это у меня это как это было спящая язва с гастроэнтерологии всякими гастро доу гастроденит гастрид 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 и гастроденит да все это было долгое время я раз в год или в два делаю проглатываю кишку но ранее мне говорят что все спит в том же положении язва не просыпается и хрен с ней слушай ну вот честно совет да и никакой ли они сейчас наскольку типа сейчас мне 48 48 вот я считаю что после 45 лет раз в год гастроколмускопию стоит всем делать колон это в жопу да да причем сейчас знаешь это сейчас нет суши нет вообще не противно один сейчас это нет сейчас это делают под наркозом то есть вот я тоже делаю мне нужно дают наркоз к короткий то есть небольшой сон и те дал туда и туда сразу ты просыпаешься и все уже закончилось без меня как говорит дети молчат да ты посыпаешься да ну что делать но зато как него дети не смотрят и здесь не участвуешь в этом процессе и несколько раз попали одну сейчас проверим на смотри идея какая должны быть ощущения в зоне где мы делали прокол он должно упасть умеешь ощущение на этом не понялись на себя сделаем держи крепко боль больше меньше ну наверное поменьше давай рюкзак попробую ну легче гораздо прочитал же абсолютно еще так и будет дальше фокуса фокуса слушай ну вообще короче ты в москве живешь да поедем тебя полечит просто вот еще там являнули ну реально вот я поднимаю она она болит но меньше но она как бы болела ну как ну как прогнозируемо то есть ну вот то есть вы что здесь какие этапы работы с этой штукой да то есть первый этап это снять спазм я там обычно еще ударно-волновую делаю по мышцам чтобы немножко расслабить второй этап это самый главный нужно правильно закачать дело в том что если правильно не укрепить мускулатуру потом это опять будет опять будет возвращаться где эта история сейчас еще в менте аналина клеем пустыречек небольшой положу какой больше цвет нравится черный синий или бежевый черный заметил кстати по статистике черные люди нравится больше да а я кстати да я что-то об этом не подумал меньше осталось да 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 вот прикольно да с иголками ну да ну то есть да вот и у него это совсем не болит это немножко болит не ну конечно но без магии как бы мы же мы без магии да без магии но на самом деле в чем проблема например как эту проблему лечит ортопеды до ортопеды очень затачиваются вот на этой точке болезни не вот на этой болезни . и начинают сюда колоть уколы стучать удар на волну сюда там а мазать мазями а проблем то здесь понимаешь да проблема в мышечном дисбалансе и знаешь как вообще в моей профессии очень интересно с точки зрения подходов потому что посмотри вот кардиолог да да вот он как бы лечит сердце и все кардиологи примерно ну одинаковые увлечены их есть там спорку таблеток там разные схемы и так далее вот но нет такого что один лечь через пятку другой лечит там не знаю через свечение лампы там еще чего-нибудь да вот а заметь в опорно-двигательного аппарата да как бы с тебя болит спина или сустав так много разных специалистов это лечит и массажисты и йоги и ортопеды и неврологи и мануальные терапевты и реабилитологи и даже психотерапевты отлично лечит спину и ну то есть на самом деле такое количество специалистов которые лишь не у всех у каждого свой подход и свое мнение это вообще же потрясающе вот и и смотри какая история что например я в базовый невролог вообще да когда нас учили на кафедре неврологии на были есть боль в спине называется дорсопатия не уточненная то есть что-то сзади непонятно что диагноз такой диагноз может не лечиться кстати вот если болит с поясница то ты ставишь диагноз знаешь какой юмбалгия то есть болит поясница по-русски то есть вот дальше агназ болит поясница вот дальше соответственно идея какая что может стрелять в ногу тогда с уши азом можете стрелять обзор и дальше идея какая что у тебя есть боль спазм и например что-то с нервом какая логика дальше у неврологии твари есть боль и по воспалению есть таблетка от боли воспаления за это нестероид противовоспалительных и стероидные там немесил какой-нибудь там деклофенак ну слышно такие названия деклофенак слезу профи он там не знаю но то есть остальные два не противовоспалительные препарата вот есть спазм у нас есть таблетка от спазма мидокалм например сердолуд ну то есть миорелаксантами мидокалм 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 да то есть есть что-то с нервом давай витаминки группы б мильгаму поколем вот то есть логика построения процесса понимаешь какая да у нас есть там три симптома у нас есть три таблетки вот мы их дали и дальше мы лечим не болезнь а ее как бы проявление все зависит от диагноза на самом деле это супер важно тип мышления то есть как ставится диагноз например в неврологии тебе приходит человек куда делают осмотр опрос там неврологии рефлексы там нервы все проверяют мрт мир делаю да и дальше вставляется диагноз то есть диагноз какой например там люмбо и шиалгия то есть болит поясница отдает в ногу по-русски люмбо и шиалгия дальше грыжа диска или 5 с 1 ну к примеру откуда он берется первое это мрт на нем крыжа они он видит грыжу пишут грыжу второе он видит там боль в пояснице он пишет боль пояснице видит сам боли ноги пишет боль ноги то и в итоге у нас диагноз это грыжа и симптомы согласен у нас дальнейшие действия должны строится на диагнозе потому что после постановки диагноза есть клинические рекомендации то есть что тебе рекомендуют с этим делать. И если ты ставишь диагноз от симптома, то ты и работаешь от симптома. А когда ты работаешь от симптома, если у тебя есть боль, то у тебя противоболевые, понимаешь, да? А если мы работаем с механическим диагнозом, то есть, например, я работаю, по большому счету, как за границей работают, называется, физические терапевты. Это такие специалисты, которые работают без таблеток, без уколов, а именно там, в основном, ЛФК, массаж, мануэльтерапия, вот, иголочки всякие, ну, то есть, без медикаментозного. Там диагноз другой, то есть, он называется функциональный. То есть, приходит человек, ему смотрят, как он прогибается в пояснице назад, как он наклоняется, какие спазмированные мышцы, да? Нерв, например, застревает или двигается, да? И там диагноз будет, например, ограничение экстензии, то есть, нарушение прогиба назад, плюс, например, нарушение скольжения нерва. И у тебя диагноз – это то, что нарушено механически. Не то, что болит, а что нарушено механически. И дальше у тебя какие действия? Действия по устранению механических причин, понимаете? Да. То есть, не гнется позвонок, надо расшевелить позвонок. Надо расшевелиться, да. Если у тебя мышцы не удержатая нестабильность, тебе нужно дать упражнение для стабилизации. Если у тебя не скользит нерв, у нас есть упражнение для улучшения скольжения нерва. А симптомы здесь, да, они идут как сопутствующая тема. То есть, ну, грубо говоря, если ты убираешь механические признаки, симптомы сами уходят. Ну, да. То есть, у тебя, грубо говоря, вот этот диагноз, он по-хорошему, медицинский называется латеральный эпикандилит, то есть, воспаление вот этой вот точки. И когда мы имеем диагноз «воспаление точки», мы начинаем эту точку радостно лечить, потому что у нас диагноз «воспаление точки», правильно? Надо взять воспаление в точке. Я с этой точки ничего не сделал. Я сейчас работал на мускулатуре, потому что диагноз элатерального эпикандилита будет с функциональной точки зрения, это будет мышечный дисбаланс мышц предплечья. Так. То есть, если мы имеем мышечный дисбаланс… А это предплечье? Да, вот это предплечье. Это плечо, а это предплечье. То есть, рука… Все думают, что плечо – это вот здесь, это надплечье. Ну да, да. Это надплечье, плечо – предплечье. Вот. Соответственно, мышечный дисбаланс мышц предплечья. И, смотри, если мы имеем мышечный дисбаланс мышц предплечья, то какое лечение? Сбалансирует мускулатуру, правильно? Ну да. Вот. То есть, не про точку мы говорим, а про баланс мускулатуры. И я что сделал? Я вижу, что здесь перегружено. И если здесь перегружено, здесь первое что нужно сделать – снизить тонус. Мы нашли вот эти триггерные точки, я их расколол, снизился тонус в этой области, сбалансировался между сгибателями и разгибателями чуть больше, у тебя сразу упал болевой синдром. Ну, ты проще стал работать. Понимаешь, да, идея? Да. Вот. То есть, вообще, подход другой. Причем, сейчас попробуй, кстати, с тейпом еще раз взять эту штуку, еще проще станет. Ну да, то есть, у него как бы остаточная боль есть, но она… Нет, остаточная есть, но с тейпом еще будет попроще. Да, ага. Вот. Соответственно… Это вот тейп, да? Да, тейп, он для чего нужен? Ага. Нижний слой нужен для активации кровотока, потому что, когда двигаешься, здесь такие складочки появляются и разгибаются. Ну, вот это насос такой. Вот. А верхняя закрепочка, видишь, ее с натяжением сделала, она немножко поддавливает мышцы, может быть, вот руками сделал. Да. Кстати, есть, я тебе тоже посоветую, есть такая классная вещь, называется «Ортез при локте теннисиста». Ортез при локте теннисиста – это такая закрепка, которая вот здесь передавливает мышцы. Да. И вот будет такой же эффект, как я держу руками, то есть, альтернативная точка фиксации, которая разгружает вот эту точку фиксации для нагрузок. То есть, когда тебе нужно нагрузиться на палках, например, пока ты не долечил еще эту вещь, тебе нужно вот такую, ну, я тебе покажу, прикупить такую штуку, которая будет давать дополнительную точку фиксации. Да, понятно, но здесь не надо, только на больную. Да, конечно, все развлечения только на больную, только на больную. Все понятно. И тут, знаешь, как мы упираемся в уровень причинности проблемы. То есть, фактически, у любой проблемы есть разные уровни причинности. Вот ты приходишь, говоришь, у меня локоть болит, да? Да. Мы можем сказать, почему болит локоть? Можно так сказать, с нейросизиологической точки зрения. Выделяются вещества, которые раздражают ноцицепторы, W-рецепторы, там передается в мозг информация, там находится как боль, да? Ну, это же объяснение, почему болит, да? Потому что вот это. Вот другое объяснение, почему болит, да? Потому что мышцы, например. И тогда ответ, выпей водки и болеть не будет. Да. Потому что не будет восприниматься, как боль, да? Другой уровень, например, причинности, да? Мы говорим, болит, потому что здесь крепятся мышцы, и они подрываются, и поэтому болит, да? Тоже объяснение. Третье объяснение, потому что перегрузил, поэтому болит. Да, вот я боялся, что ты скажешь, там, не катайся на лыжах, а я не могу не кататься. Ну, затяжку сделаешь, ко мне похоже, что это пройдет, да. Другой вид объяснения, да, там, перегрузил, там, например, да, грубо говоря. Ну да. Вот, и в зависимости от какой уровня причинности ты подхватываешь процесс, так ты на него и влияешь. Потому что, ну, грубо говоря, кто очень сильно сосредоточен на биохимическом уровне, они начинают работать, пытаться препараты новые какие-то придумывать от воспаления, там, еще чего-то, для заживления, еще это. Кто-то, кто сильно сконцентрирован на уровне механическом, ну, я довольно сильно сконцентрирован на уровне механическом, да. Я буду говорить о том, что нужно вот здесь сбалансировать мышцы, здесь расслабить. Кто больше сконцентрирован на технике, например, это либо спортсмены, либо их тренера, да. Они говорят, давай-ка другой нагрузочный вариант. То есть я с бегуном много работаю, у меня очень много перегрузочных проблем в ногах. Кстати, я тоже здесь, да. Вот, и идея какая-то, мы говорим, я говорю, надо расслабить, закачать, а тренер будет говорить, нужно изменить программу нагрузочную, и тоже это повлияет на тебя, понимаете, да, то есть разные уровни причинности, я уже не говорю о психо-социальных уровнях, То есть катайся без палок, например, да, не буду болеть. Ну, о психо-социальных уровнях причинности, слушай, очень интересная вещь, раньше вот, когда мы приходили на обучение иммунальной терапии, ну, я в основном хожу по иностранцам, базовые уровни, они, знаешь, там кость стоит так, кость стоит так, здесь крепится мышца, здесь расслабить, здесь потянуть, Вот тут были, да? Да, а вот сейчас я уже хожу на, знаешь, такие сильно продвинутые курсы, знаешь, такие прям типа совсем такие, вот, и вот на последнем курсе по иммунальной терапии мы ни одной манипуляции не обсудили, знаешь, почему? Мы говорили о хронической боли и психо-социальных факторах лечения, то есть фактически мы поговорить собрались, потому что на самом деле, на самом деле наша психика, да, наша личность влияет на ход лечения просто потрясающе. Это, знаешь, как у нас, когда учился на остеопатии, у нас приезжал такой препод, такой пожилой, его спросили, а с какими пациентами вот вам тяжелее все справляться, там, ну, как думаешь, скажешь, грыжа, там, не знаю, там, артроз, еще что-нибудь, с тупыми. Почему? Это, кстати, есть клинические исследования, которые говорят о том, что уровень интеллекта напрямую влияет на исход заболевания, потому что человек, например, у вас с таким вот заболеванием, объясняешь, дядь, тебе надо там делать то-то, 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 он пошел и начал тягать дальше, не понял, да, там, Вот, или, например, доктор говорит, надо волшебный укол, дипроспан, да, гормоны, да, воткнуть, у тебя все пройдет. Человек даже не подумает, а если так, как-то странновато, все просто, да? Вот, и, ну, то есть, грубо говоря, люди, которые, так сказать, не отягощены логическим мышлением, очень часто пытаются найти как можно более простой способ, знаешь, волшебную таблетку, чтобы им что-нибудь там укололи, там, налили, съели, выпили и все это, все прошло, вот. Вот, но, к сожалению, вот в медицине, особенно в моем, с опорно-двигательным аппаратом, очень приятно лечить, знаешь, как механику химии, они из разных миров немножко. Да, понятно, понятно, понятно. Да, очень интересно, слушай, ну, с бегом связана еще одна ситуация. Ох, дорогие болельщики, да, ой, болельщики, подписчики, 200 тысяч, а, а, подписчиков 200 тысяч, ну, короче, вот она, красавица, вот, значит, вот, вот такая вот блямба, и летом она, конечно, становится больше, впрочем, зимой, наверное, просто не видна за одеждой, вот. Это грыжи сухожилия или это деда? Больше на один похоже. А ты УЗИ делал? Нет, никогда, ну, в смысле, вот этого места нет, не видел, не делал совершенно. Я бегаю, или я там зимой, я только на УЗИ хожу. Она увеличивается, уменьшается? Она, не могу сказать, потому что слежу за ней, а, да, нет, когда я хорошо пробежался, а вот эти все вот, они, как бы, торчат чуть лучше, но вот. А она реагирует? Больше всего похоже на... Когда я сюда, вот здесь отзывается какой-то сосуд. Больше всего похоже, конечно, на расширение... Бегаешь в компрессии? Ну, в компрессионных? Нет, нет, нет. А почему? Тебе положено, прям положено. То есть, смотри, у тебя достаточно выраженный варикоз, и это вообще варикозный узел очень похоже. То есть, это не ортопедическая проблема, это расширение вены. Так, да. Вот, и по-хорошему вот с таким уровнем варикоза бегать нужно в компрессионных гетрах. Таких высоких. А, у них жарко просто. Слушай, ну, жарко, это, конечно, хорошо, но просто может прогрессировать, прогрессировать может. То есть, даже летом нужно... Она у тебя же вылезла, но у тебя и не было этой шишки? Ты знаешь, она вылезла сколько-то лет назад. Сколько, я не могу сказать. Может быть, пять. Я не помню. УЗИ вен нижних конечностей делал? Глубокое. Да. То есть, вот смотри, как бы... Опять же, я, да, как бы спортивный врач, там, мануальный терапевт, в принципе, то есть, это как бы не моя отрасль, но... Но ты это видел, да? У меня 400 приемов в месяц веду. Я видел, по-моему, все уже, штуку можно видеть. Вот. Знаешь, поэтому там соседка скажет, ой, сейчас что покажу, да? Буду отработать как гинеколог. Вот. Соответственно, с этими вот венами что происходит? При беговой нагрузке все-таки нам хотелось бы поддержать немножко отток с ног. Потому что, скажем, мышца работает активно, ей требуется хорошее кровоснабжение. У артерий, у них стенка мышечная, они хорошо работают обычно. А у вен стенка, ну, так скажем, тоненькая и слабая. Вот. Поэтому вены склонны расширяться и перенакапливать в себе кровь. Так. Вот. И, соответственно, когда есть вот такие проблемы, что происходит? У тебя мышца работает, она запрашивает больше кислорода, больше питания. Она идет с кровью, да? То есть, идет увеличение артериального притока крови в икру. Ну, в окроноженную мышцу, в бедро, в ноги, в ноги. В общем. Вот. И когда идет вот этот вот призыв туда крови, она же должна и удаляться тоже. Ну, то есть, подходить венозная кровь. Вот. А венозный возврат у тебя с ног нарушен, потому что есть варикоз. Ну, то есть, вот расширение. И получается, ты приток заказываешь, а ток не улучшаешь. И там может усиливаться застойное явление, то есть они больше вылезают. Почему? Просто больше венозной крови там. То есть, попробуй, кстати, тебе вполне возможно, что тебе после... Ну, то есть, если ты будешь гетро, именно беговые, спортивные, компрессионные гетро, ты не путай. Есть компрессия медицинская, такая вот. Сейчас, беговые, спортивные, компрессионные гетро. Спортивная компрессия. То есть, у нас компрессия есть медицинская и спортивная. Они очень разные. Потому что спортивная, собственно, для того, чтобы в них спортом заниматься. А медицинская, это для постоянного ношения. И медицинская, они там бывают разные уровни компрессии. Там первая, вторая степень компрессии. А спортивные, они примерно всей одной степени компрессии. И они больше на носки похожи по консистенции, чем на чулки женские. Ну, они вот такой прям длинный, да? Вот такой здоровенный. Ну, икроножную полностью, гетро. А вот эту часть? Слушай, ну, вот эту часть чулки регрессионные беговых не бывают. Но, в принципе, если улучшить отток вот хотя бы до сюда, то тут тоже будет легче. А, это будет постепенно. Тоже будет легче, да. Она вот не следит. Очень советую после бега закидывать ноги наверх. То есть, можно так вот лечь на спину на диван и ноги закинуть наверх. И полежать немножко, дать отток, чтобы с вен сдренировалась лишняя кровь. Это будет очень полезно, хотя бы минут пять. Кстати, стоишь, работаешь, это моя коллекция, читаешь. Ну, я вообще все время, я, честно говоря, терпеть не могу сидеть. Хотя, приходится разбирать компьютер сидя. Но, вообще, типичное мое состояние – это состояние движения. Вот. И, если, например, стоя работаешь, именно не в движении, а вот приходится долго стоять, то тоже желательно все-таки какие-то компрессионки одевать. Ну, я даже на лекциях движений туда-сюда бегаю. И, знаешь, я, например, когда летел в самолете, последний раз, вот сейчас летал отдыхать, 14 часов перелет. Вот. И, действительно, отекают ноги. Вот. Очень хороший такой лайфхак, знаешь, для слушателей. Великолепно. Встаешь и 30 подъемов на носки. Просто игру запускаешь, усиливается кровоток, становится прилично легче. И второе, что я делаю обычно, когда спина, вот, плечи забиваются. Там же вот такие, у нас, подлокотники? Да. Встают подлокотники и делаю… Вот так, вот так, да? Поднимаю. Да, тут фактически вот такие вот отжимания вертикальные. Ну, да, отжимания, да. То есть делаешь вертикальные отжимания, там, ну, сколько сил хватает, да, и, там, 30 подъемов на носок примерно каждые два часа. Чувствуешь себя совершенно по-другому. Нет этого затекшести такой, знаешь, вот этого вот, того несчастного в самолете. Потому что, вообще, самолет, особенно длительный перелет, жуткая романтичная тема для шеи. Потому что у нас все вот так в самолете спят. Вот так, вот так. Вот. Я один раз как-то так проснулся, и так и пошел, так и пошел. Потому что затекает, да, мышцы спазмируются. Бывало вообще иногда. Да, поэтому… То, что не мог повернуть, там больно было жутко. Да, поэтому спать в самолете не самая лучшая бывает идея, да, или покупать на такие подушки, знаешь, чтобы спать так, вот, мордой салат. Я обычно, вот, если я пытаюсь дремать, то вот в такой позе. Да, а есть такая подушка специально надувная, она вот здесь ставится, ты брошь до лица, и ты просто вот так на ней висишь. Вот, потому что вот эти все боковые длительные вещи в самолете, особенно, где там еще мышцы отекают, не очень хорошо. Вот, на себе… Я просто постоянно летаю. На себе недавно проверял. Это важно. Вот, так что здесь понял, да, здесь я сделал УЗИ, глубокий хрен. Но зимой, как бы, мы ходим в термобелье, когда бегаем. Она тоже поджимает немножко. Да, а вот летом-то я всегда в шортах, потому что жарко, ну просто жарко. Слушай, ну попробуй, хорошо, посмотри, попробуй. Во-первых, будет легче бежать, потому что, когда хороший венозный возврат, лучший приток, мышца лучше омывается кровью, будет проще бежать. Вот. И ноги на 5-7 минут выше головы. Понятно, да, это я понял. То есть, до сюда ничего не бывает. Слушай, ну по-хорошему тебе в какой-то момент можно… Мне советовали ее вырезать. Удалять, да. Есть, может быть, хотел сказать, может быть, в какой-то момент ты дойдешь до такого состояния, что придется эту подкожную вену легировать. Ее перевязывают, да, и либо удаляют, либо вводят препарат, который ее склеивает. Вот. Ну, в принципе, ничего страшного в этом нет, но вот УЗИ глубоких вен нижних конечностей тебе надо сделать. УЗИ глубоких вен нижних конечностей. Нижние конечности – это просто ноги, да? Ну да, по-медицински. Нижние конечности. Алкоголь. Хабитус алкоголь нижней конечности. Хабитус пациента, да. У меня была строка в какой-то момент «Учитывая хабитус пациента», написал врач из Иркутска. Что-то такое там, учитывая хабитус пациента. Я спросил, что такое хабитус. Мне сказали, что ты такой худой. Нет, смотри, хабитус вообще это, скажем так, такое собирательное ощущение, так скажем, от личности. А, все вместе, да? Но обычно в медицине именно хабитус. А, или образ жизни еще. Да, 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 все вместе. Не то, что худой, не то, что образ жизни. И, в принципе, вот, например, когда врачи говорят хабитус, чаще всего имеют в виду либо бухает, ну так, знаешь. А, а. То есть, плохо видит, человек бухает, говорит, ну такой хабитус такой, да? Либо, например. У него хабитус полуедровнень, да? У него хабитус полуедровнень, да? Да, вот. Вот, ну так, скажем, мягче звучит, да? Да, да, да. Хабитус. 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 А так вообще, ну, грубо говоря, моя отрасль медицины строится на четких логических построениях. То есть, вообще, как, в принципе, идет расследование. То есть, такое расследование, да? Расследование, да. Задача, задача, фактически. Там есть дано, да? Странные проблемы, да. Вот. И дальше делаешь логические выводы. А логические выводы делаются либо от противного, либо к противному, да? Вот. Идея какая? Смотри, у нас есть, там, человек, да, у него, там, он приходит, что-то тебе рассказывает. Так. Вот. И, например, был такой человек замечательный, Робин Маккензи. Вот. Он сказал, ну, вообще, там, я считаю, один из людей, которые очень сильно двинули вперед работу с опородвительным аппаратом. Вот. Он говорил о чем? О том, что из анамнеза уже, то есть, из разговора, правильно построенного, можно вытащить огромное количество правильной информации, для которой можно построить гипотезу, да, как бы, терапевтическую. Вот. И поэтому разговор по Маккензи строится очень таким специфическим способом. И самое главное, что мы хотим узнать, это есть ли механическая, ну, то есть, есть ли механический ответ, да, есть ли механическая часть в проблеме. Потому что, на самом деле, проблемы бывают очень разные. То есть, например, есть, там, системные воспалительные заболевания, да, там, к примеру, какой-нибудь ревматоидный артрит, слышал наверное, ревматизм, да? Ревматизм, слово слышал? Вот. Ну, то есть, я вообще думал, что это ревматизм. Ревматизм может на сустав пойти, да? А есть, псориаз, наверняка, слышал. На коже такие элементы, которые тоже могут на суставы осложнение. Вот, то есть, есть, там тоже самый болезнь Бехтерева, там, есть другие воспалительные проблемы, там, может желудок в спину отдавать, например, Вот, и нам нужно понять, да, сначала, есть ли механическая взаимосвязь. То есть, если, например, человек мне приходит и говорит, я вот бегу, у меня болит колено, не бегу, не болит колено. Отлично! Это вообще замечательно. Потому что если человек приходит и говорит, знаешь, колено было 20 лет, то болит, то не болит, непонятно почему, что влияет, непонятно. Тупой пациент. Могу бегать, прыгать, приседать, бить по мячу. Да, я понял, не дает точное описание ситуации. Да. Нет, понимаешь, нет четкой такой взаимосвязи. Нагрузка, тип нагрузки, симптомы. Да. Симптомы меньше. У меня, кстати, раньше болело колено, когда я бежал, но потом я сам обнаружил, провел исследование, что это происходит, когда я резко прибавляю в километраже. Что правда? Удивительно. Вот вчера 5 километров. А через неделю сразу 25, да? То есть, смотри. И вот она болит. А если я постепенно весной набираю, то она не болит. Знаешь, я тебе расскажу, такая же идея пришла в голову Американской беговой ассоциации, которая провела огромное клиническое исследование на эту тему. Вот. И выявила, что есть две основные причины оверюз, то есть болезни избыточного использования. Переиспользования. Вот. И провели на огромные выборки и определили, что две основные причины, ведущие к оверюзам. Первая, это попытка увеличить объем, да? Слишком резко. И вторая, это попытка увеличить скорость. То есть, объем даже, но скорее сделать. Да, да, да. Правильно. И самое травматичное, это попытка увеличения объема с попыткой увеличения скорости. Это самое травматичное. Вот. И есть даже процентаж, как прибавлять. То есть, на самом деле, достаточно безопасно. Можно прибавлять не более чем 10% объема в неделю. Вот. Если ты прибавляешь больше 10% объема бегового, ну, любого, да, циклического в неделю. То есть, в начале ты начинаешь, например, с 5, но в следующий раз ты же не 7 пойдешь, но я все равно 10. То есть, это потом, наверное, когда большие дистанции Слушай, ну, 10% от 5 тысяч сколько? Ну, это понимаешь, это 500. Значит, в следующий раз ты пойдешь 5-500. Ну, это же смешно. Это же слишком мало. А все, кто сильно смеется, потом приходят ко мне. Понимаешь? Нет. Ну, я к тому, что первые же стартовые, наверное, все-таки неважно, потом уже после 20 прибавлять. Важно. Смотри, у всех очень разная подготовленность. То есть, например, знаешь Илью Варламова? Ну, я его... Кудрявый такой молодой человек. Ну, я его лично хорошо знаю, лечу регулярно. Вот. Он начал бегать. Я о нем слышал, да. Вот. И бегает он по 10 километров каждый день. Без перерывов, без разминок, заминок, ОФП, ЛФК. Вообще без всего. Трегачистый, трегачистый. Вот. Я к нему тоже приходил на интервью, там его осматривал. Патологически здоровый человек, вообще все суставы, мышцы, все работают отлично. Но почему у него так хорошо пошло, и он не травмировался поначалу? Потому что он очень много ходил перед этим. То есть, у него объем ходьбы. Ну, ладно, я все время хожу тоже. Вот. Огромный объем ходьбы, поэтому ему так легко далось ведение бега. Да, я понял. Вот. Но когда он пробежал в Турции марафон, он схватил себе стресс-перелом большеберцовой кости. Ух. Вот. То есть, это перегруз большеберцовой кости. Вот. И тут надо понимать, что человек, который, например, много ходит, ему легко, ну, можно сильно наращивать, да? Но если ты сидишь в офисе на попе ровно, ездишь на машине, и ты ходишь там, не знаю, тысячу шагов в день, и пытаешься побежать пять километров, для этого уже будет не смех. Я же несколько лет отработал главным врачом в школе, сам большой в России, школе для взрослых людей по бегу, триатлону, лыжам, там, вот, с отличным видом спорта. Такой был проект, он раньше назывался «Айла Врайн», сейчас «Айла в суперспорт» называется. Вот. И у них такие были проекты, они там за семь недель готовят к полумарафону с дивана. Так. Вот. Ну, что я хочу тебе сказать? Обычно я просто выхожу. Опыт я получил там очень большой. Очень большой опыт получил, потому что, когда людей поднимают с дивана, да, и готовят к полумарафону… С дивана, да. Я тебе скажу, что тут прям травматизм, как будто по ним из пулемета стреляют. И, в принципе, самый-самый частый беговой травматизм – это первые полтора-два года. То есть, если ко мне приходит бегун и говорит, что у него проблемы, я спрашиваю, сколько, как давно бегаешь? Три года, например, да? Тогда мы должны искать, что он поменял. Потому что это либо кроссовки поменял, либо он резко там объемы какие-то ломанул, либо технику поменял. То есть, он должен был что-то поменять. Потому что, если он три года бегает, у него уже беговых травм, как таковых, уже при обычных объемах не должно травматизм, да. А так первые полтора года прям можно почувствовать себя весь спектр, перегрузка. Нет, по-чуть, что-то я всю жизнь бегал. Просто, ну, как бы, в какой-то момент я понял, что я и летом тоже мне интересно. Бэкграунд хороший. Ну, да, я понял, да. Ага. Знаешь, есть такое выражение, такое простое. Все люди разные. Такое простое, как бы, всем понятно. Ну, да, да. Ну, когда ты его, знаешь, начинаешь понимать вот глубоко. Глубоко, да. То есть, один человек приходит, он может там с нуля в марафон пробежать, а другой человек, он проходит 200 метров, у него пятка болит. О, то есть тут реально все люди разные. Да. Слушай, понятно. У меня в списке, уж если пациента Саватеева полностью, да, выслушать, то кроме этих двух, смотри, вот все наши. Я хожу с группой. Называется группа Дмитриева. Это группа Владимира Николаевича Дмитриева. Отшуй Саватееву. Нет, нет, ну я же там совсем рядовой участник. Нет, нет, там был руководитель такой Владимир Николаевич Дмитриев. Сейчас ею руководят Саша Бахвалов, который здесь живет, где-то очень близко, профессором университета. И Сергей Балычев там давным-давно руководит. Такой крепкий мужичок, 60+, бегает сильно быстрее меня и на лыжах тоже ходит быстрее меня. Вот. Ну и вот, значит, там такие отморозки все. То есть там как бы вот, если я в своей тусовке, ну такой как бы сильно спортивный, да, то там я слабый просто откровенно. Ну там вот как-то иду, ну вот. Но тем не менее, я с ними вполне хожу. Это лыжная группа? Да. Это лыжная группа и летом бегают. Некоторые ходят. Угу. И вот я смотрю, вот выходят все из электрички. И побежали! Изо всех сил. А, я не могу нажать сразу быстро. Без разогрева, да. Вообще не могу. Я не могу понять, как все остальные могут. Слушай, ну тут очень сильно зависит от обменных процессов, да. И у нас есть, ну вообще они неправильно делают, честно скажу вам. То есть по-хорошему нужно все-таки давать определенный разогревочный этап, да. Потихонечку начинать, для того, чтобы суставы вырвуталась с маской. Главного прям сразу раз и все. Да. Очень важно, понимаешь, слышал такое, как разминка слово. Ну конечно. Очень важное слово. Конечно слышал, да. То есть, что мы достигаем, чего мы достигаем на разминке. Первое, это разогрев мышц, чтобы они удлинились и стали более эластичными, чтобы вот такие подрывы не возникали, да. Второй момент, мы достигаем увеличения выработки жидкости в суставе. Потому что, если ты, например, сидишь в электричке три часа, у тебя сустав подсыхает. Вот, потому что выработка жидкости и смазки в суставе, она идет в ответ на запрос. То есть, когда идет трение, вырабатывает смазка. Да. То есть, не нормально все происходит. Там система обратной связи. А почему у ребят. Я сейчас расскажу. Вот. И поэтому, да, вот эти вот, знаешь, школьные все вот эти штучки, они на самом деле имеют право быть. И это очень правильная тема для того, чтобы снизить травматизм. Вот. Дальше. Что требуется для того, чтобы прямо вот так вот с места стартануть и потом долго ехать. Очень важно объем запаса гликогена в печени, потому что у нас есть короткий такой энергетик. Второе, это мобилизация этого гликогена. А гликоген откади продукты? Смотри, гликоген мы сами делаем. Гликоген мы сами заготавливаем. Заготавливаем мы в основном из глюкозы. Вот. Соответственно, это такой, знаешь, депо глюкозы в печени. Да. И у нас есть такое понятие, как мобилизация гликогена. То есть это процесс, когда этот гликоген выходит из печени, поступает в мышцы, начинаем работать. Вот. И вот этот процесс мобилизации этого цикла Крепса и всего остального, то есть биохимических процессов в теле у всех проходит по-разному. Есть люди склонные к тому, чтобы он быстро стартовал. Есть люди не склонные к этому. Да. Понятно, понятно. Мало того, очень важно… И называть не надо, короче. Да, очень важно, как строить тренировочный процесс. Потому что если у тебя, например, есть скоростные тренировки, то у тебя вот этот процесс запуска вот этого всего, всей этой истории будет быстрее. Потому что ты будешь тренировать себя быстро стартовать. А, то есть может быть они бегают, например, по будням по 2-3 часа или по часу хотя бы… По часу хотя бы… Большой секрет. Все бегуны в определенный момент жизни начинают делать ускорение. Вот. Ускорение это когда ты… На лыжи в том числе, да? Не знаю, я про лыжи мало знаю, честно тебе скажу. У меня лыжи не очень травматичные спорты, да? Слава Богу, да. Если бег сильно травматичные спорты, лыжи не сильно. Да, я вот понимаю, молодец очень люблю, да. И поэтому, если… То есть смотри, очень такая важная мысль, что тренируешь, что и тренируется. То есть если ты тренируешь быстрые запуски, то они у тебя будут тоже тренироваться, в зависимости от твоей генетики. Либо быстро, либо хорошо, либо плохо, да? Но как-то будут тренироваться. Если у тебя твой стандартный тренировочный процесс, ты легонечко начал бежать и легонечко бежишь, вот, до долга, например, да? То ты будешь тренировать возможность, выносливость, да? Но у них скорее всего смешанные тренировки, то есть у них и нарека есть ускорение. Ты это ускорение делаешь? Ну, знаешь, бывает, что я иногда выйду из Маловского парка и там гоняю изо всех сил по этой трассе. Нет, ускорение, смотри, для того, чтобы хорошо тренироваться, нам нужен дозированный сильный стресс. Дозированный сильный стресс – это когда ты разогрелся уже, а дальше делаешь маленькие отрезки, но довольно интенсивно. Потом надо отдохнуть. Потом снова отрезок. А, ну это личная трасса так устроена, наверх и вниз. Вот, да. И вот есть определенный тренировочный процесс, который может тебя натренировать, делать более такие вот быстрые порывы. Ага. Я не уверен. Я побеждать там не собираюсь. Знаешь, такая классная была тема. Есть конференция там для силовиков, йогов, ну такие качки всякие собираются. И там всегда один такой есть персонаж, который очень много тренируется статически. То есть гирю всякие держит, планки очень долго и так далее. Вот он такой комплекции, скажем, прорисованный, но не огромный. Вот он очень любит там троллить качков-то, знаешь, там огромные такие мясокомбинаты. Да, да. Он берет там какую-нибудь небольшую гирь, вот так на пальцы гайд, да, и кто дольше продержит. Вот. И там вот такой огромный мужик, как бы он и все и упало. Почему? Потому что он что делает в зале? Он динамически тренируется. У него мышечные волокна, да, у нас есть медленные и быстрые мышечные волокна. Он увеличивает объем быстрых волокон, тех, которые отвечают за движение, да, и он может штангу там тягать сколько угодно. Вот. Но он не тренирует статику. Поэтому человек, который тренирует статическую силу, да, вот статическое удержание, он естественно, статика у него будет держаться классно, но при этом, когда его попросят, например, там тянуть там штангу, он это будет делать хуже. То же самое абсолютно. Статика? Ну, вот так и держишь, да, просто удерживаешь. Вот левый я, конечно, гораздо меньше подержу, потому что вот в этой ситуации, да? Вот. Но я просто к чему. Можно ворот или лучше сейчас не стоит левый? Ну слушай, ну вообще травмировать лишний раз не надо. Не стоит. Здесь заметно хуже левый, чем правый из-за вот этого. Да. Ну я просто к чему, к тому, что статическая нагрузка, да, то есть что тренирую, что и тренируется. Поэтому, например, у нас есть такая штука, знаешь, это гиперэкстензия. Слышал как-нибудь? Нет. Когда берешь блин на такой наклон доску и вот так разгибаешься спиной назад. Такое упражнение есть. Типа закачивать спину. Вот. И все... Я просто вот, ну вот так как бы... Так же вот закачивать. Спину надо разгибаться. А, и на турнике вот так вот я делаю. Вот. И... Вот, хорошо. И когда ты качаешь спину, типа для того, чтобы закачать, она не болела и у тебя было хорошо сидеть, это очень странно, потому что как раз спину нужно тренировать в статике. То есть, например, та же самая становая тяга. Знаешь какое упражнение? Когда ты берешь, встаешь со штангой и вот так вот поднимаешь штангу. Да. У тебя здесь спина в более правильном режиме работы, потому что что ты здесь требуешь от спины. Ты от нее требуешь включиться в правильную позицию и удерживать правильную позицию при доп нагрузке. Понимаешь? Угу. Угу. Вот. Вот так вот люди травмируются на становой тяге. А как правильно? Смотри. Идея какая. Вот видишь, прогиб в пояснице. Вот. И вот я взял вес, поднялся, видишь, прогиб какой был, такой и остался. Как только ты делаешь круглую спину, тут же спина срывается. А, вот так? И, соответственно, да, да, да. Вот. И, почему мы, вот, в становой тяге будешь помогать? Потому что мы тренируем поясницу быть надежной в одной позиции при доп нагрузке. А когда ты тренируешь поясницу разгибаться, она будет отлично разгибаться, но она не будет держать, когда ты взял вес какой-то, как ты сидишь долго. Вот. Поэтому все говорят, становая тяга вред для спины, потому что ты вес берешь. Но если правильно все делать, на самом деле она великолепна. У меня сама грыжа в пояснице есть. И мне отлично помогает становая тяге. Одна из моих любых упражнений. То есть я, там, 120 кг совершенно спокойно на 8 подъемов делаю. Да, при том, что, в принципе, у меня больная спина и я себя чувствую великолепно. Потому что если правильно выполнять, к этому правильно подходить, это прям отлично работает. Причем, знаешь, интересное исследование было. Сравнивали людей, которые вообще ничего не делают. Ну, то есть офисников. Людей, которые занимаются йогой и пилатесом. И людей, которые занимаются… Что такое пилатес? Пилатес – это типа йоги. Менее духовно, короче… Бездуховная йога. Бездуховная йога. Бездуховная йога, да. Медитируешь, но… Ну, там не медитируешь, там… Ну, физушка такая. Ну, растяжки всякие, знаешь, там такие штучки. Ясно. Обычно, знаешь, там спортивные врачи спрашивают, а спортом занимаетесь? Там говорят, пилатсом. Нет, а спортом занимаетесь? Да. Вот. И… Хотя вот пилатсинки, я с тобой не согласен, но… Вот. И, значит, группа была силового тренинга. То есть те, кто вот именно качки типа, да. И сравнивали у них… То есть условие было, чтобы человек занимался не менее десяти лет регулярно. Угу. Или не занимался ничем, да. И потом, значит, в диапазоне 35-40 лет взяли пять тысяч человек, сделали МРТ позвоночника. Так. И посмотрели, как с позвоночником дела. Вот. И оказалось, что с позвоночником дела, в общем-то, хуже всего у тех, кто в офисе сидит. Ну, это очевидно, да. Вот. А у тех, кто занимается йогой и пилатсом, примерно одинаковый позвоночник. И он намного лучше, чем у людей, которые сидят, ничего не делают. Собственно, почему? Сейчас, а у спортсменов? Ну, смотри, я имею в виду прям профессионалов. Да. Ну, в смысле, что вот йога-пилатес или спорт, да? Нет, именно силовой спорт, да. Силовой спорт, но не профессиональный, а фитнес. Так вот, как он с йогой соотносился? Или это... У них, у обоих групп было хорошо. А, у обоих? Я думал, у три группы, которые силовой спорт, которые было хорошо. Чуть-чуть лучше у силовиков, чуть-чуть. А, все-все-все, вот это понял. Да. Но, в принципе, сопоставимо хорошо. Сопоставимо, да. Вот. Но, какая проблема? У нас, вот если брать межпозвонковые диски, да. Не знаю, у нас есть моделька. Ладно. Хотя, может, покажу? У нас, там есть скелет. На самом деле, сразу, знаешь, такой дисклеймер небольшой, что... Оооо, жопа на палочке, да? Да-да-да, скелет. Скелет. Вот. И смотри, идея какая. Вот у нас здесь грыжа даже есть. Вот такая вот грыжка. Вот этот вот межпозвонковый диск, он, где он себе протрузик, грыжи из него вылазью, да, он не имеет собственных сосудов. А питаться ему как-то надо. Вот. Откуда он берет кровь? Он берет кровь либо из мышц, которые находятся вокруг, да, это воздушно-поясничная, разгибатели спины. То есть, это мышцы, которые обнимают позвонки, да. И второе, самое главное, он берет кровь из позвонка. Потому что, знаешь, очень многие люди думают, что кость это вот знаешь, как куриная косточка. Такая вот. На самом деле, это вываренная дохлая куриная косточка. На самом деле, кость это такое живое существо, да, в котором огромное количество сосудов. И там просто потрясающая сосудистая сетка. То есть, у нас, вот представь себе, при нагру... То есть, 20% кровотока уходит в кости. Это, понимаешь, какой объем крови в костях находится. Да, да. У нас ведро крови, да. Да, то есть, обычно люди представляют, что кости, ты знаешь, палка такая, там, кирпич, короче, кирпич, да. А на самом деле, кровоток огромный совершенно в костях. И вот эти вот позвонки, они, собственно, кровоснабжаются, да. И кровь, которая находится в позвонках и в мышцах, она пропитывает, ну, то есть, вот, питательные вещества, там, да, пропитывают и питают диски межпозвонковые. Да. Вот, а когда у нас... Чем больше крови у нас в мышцах и в позвонках, в костях, тем лучше питается диск. Чем больше крови в мышцах и в костях, тем лучше питается диск. Понимаешь? А когда туда приходит кровь? Когда они работают. То есть, для того, чтобы пришла кровь в мышце, нужно, соответственно, двигаться, да. А для того, чтобы пришла кровь в кости, требуется, как раз-таки, очень хорошо идет, такая помпажная нагрузка. Что это такое? Это легкий бег. Ну, то есть, не вот прям по полной программе, да, вот такой средний темп. Ну, я обычно бегаю очень легко. Быстрая ходьба. У меня 110-120 плюс не больше. Быстрая ходьба хорошо идет. Быстрая ходьба, я обожаю. И те же самые лыжи у тебя тоже там идет помпажное вот такое вот движение. И, соответственно, мы надавливаем на кости больше-меньше, и туда приходит больше кровотока, и идет лучший обмен в дисках. Да, потому что все думают, что то же самое исследование было по коленям. То есть, вот взяли бегунов и замерили остеоартроз коленного сустава. И определили, что люди, которые не бегают, у них развивается, как всегда, больше всех. Да. Те, кто бегает до 50 километров в неделю, у них резко ниже количества остеоартрозов. И оно опять начинает возрастать, только у кого больше 80-100 километров в неделю. На лыжах у меня, конечно, 100 километров в неделю. Нет, ну давай так, лыжи с бегом все-таки сравнивать нельзя по объему ударной нагрузки. То есть, я когда вот опять же в этом Майлов Рунинге работал, у нас с лыжной секцией никто не приходил. Вообще. Это вообще просто реально. Иногда приходили с плавания, приходили с велосипеда, если упали. Но основной травматизм у нас в беге. То есть, бег – высокотравматичный вид спорта. Да, да, да. Вот, и по данным американской беговой ассоциации, до 80% бегунов, которые бегают до 50 километров в неделю, у них 80%. Раз в год получают травму беговую, которая их отлучает от тренировок на 2 недели и более. То есть, грубо говоря, раз в год что-нибудь прилетает с бега, если регулярно бегать. Поэтому, кстати, кросс-тренинг очень круто. То есть, например, триатлеты меньше травмируются, чем бегуны. То есть, это велосипед, плавание, бег. Да, понятно. У них есть диверсификация нагрузки. Да, Iron Man. Великолепно совершенно. Ну, я плавать не могу. Кстати, я еще хочу сказать одну странную вещь. На полном режиме быстро бежать, примерно со скоростью даже довольно быстрых наших бегунов, я могу в самом-самом конце похода. То есть, после 50. Вот это какой-то странный эффект. До этого, как будто какие-то шлаки постепенно выходят из организма. Вот долго-долго-долго. То, что мракобесие в математику подтянулось, про шлаки-блоки в организме. Я мракобес редкостный. На самом деле, потому что я все хаваю. Вот все, что мне рассказывают, я хаваю. И как бы, ну, для меня модель, да, которая у меня есть здесь, она может не соответствовать тому, что там есть на самом деле. Важно, чтобы она работала. Вот, знаешь, вот это вот на самом деле шлаки. У меня была модель, что у меня какие-то шлаки, вот они накапливаются неделю, и в субботу я их высаживаю, но высаживаю только к концу своего беглого дня. Смотри, шлаки и токсины – это две огромные мистификации, которые придумали для того, чтобы делать деньги. Я не сомневаюсь, нет. Потому что ни шлакоблоков, ни токсинов у нас в теле нет. Но модель такая, как будто что-то плохое вот через 50 километров наконец заканчивается, и прямо ты весь полный, полный вообще выход. Ты реально вот в супер боевой готовности, в фантастической форме. И ощущения хорошие, прям очень радостные такие. Что происходит, значит, я тебе все расскажу. Это не шлаки выходят, происходит эндорфиновый выброс. То есть смотри, у нас первое, что утомляется при циклической работе – это не мышцы, утомляется мозг. Почему он утомляется? Смотри, для того, чтобы мышца сократилась, требуется сгенерировать электрический импульс. Ну, то есть подать ток туда, понимаешь, да? Вполне себе настоящее напряжение. Да. Вот. И когда мышцы, мозг монотонно подает один и тот же сигнал на одни и те же мышцы, работают одна и та же группа клеток. Знаешь, не разные группы клеток, а одна и та же. Прям шпарит и шпарит, шпарит и шпарит. Она утомляется. Ей как бы тяжело. Вот. И когда происходит вот это вот утомление, оно происходит в первую очередь в мозге. Не мышцы утомляются. Потому что для мышц самое главное, чтобы ты подъедал, у тебя питание было. Ну да, у нас обед есть большой. Подгоняешь глюкозку, да, как бы, то можно там шпарить сколько угодно. Утомляется мозг. И для того, чтобы мозг взбодрить, так сказать, у нас есть вещества, которые взбодривают мозг. У нас эти вещества очень любят, этот, в закладках искать по городу. Вот. Но, как бы, в принципе... Не в курсе человека. Ну, у нас есть прям ряд наркотических веществ, которые стимуляторы называются. Например, почему... Слышал про допинги? Да, конечно. Знаешь, почему начали вообще, в принципе, вот эта вада, допинги, а с чего это началось? Угу. Началось с того, что во Франции на велозаезде умер велосипедист. И у него в крови нашли запрещенный препарат-стимулятор. Не буду так называть, это у нас на YouTube будут блокировать. А, я понял, да. Есть два слова, да. И это стимулятор не мышечный, это стимулятор мозга. Понимаешь, да? Он нейростимулятор. Как кофеин, а-ля. Топ сильнее. Но он для этого опасный, да? То есть он стимулятор? Ну, он опасный, почему? Потому что его избыточный, во-первых, объем был введен, естественно, да. И там было очень жарко, и он пил мало воды, и у него просто сердце не выдержало. Ух ты. Вот. То есть он застимулировался, да, и вот такая ситуация. Но, заметьте, стимуляция происходит в мозге, не мышц, да? И это вот первый препарат, из-за которого, собственно, вот это вот все началось с вады и так далее. А у мозга есть очень, ну, собственно, похожие препараты в кубышке. Вот. И он тогда понимает, что мозг утомляется, ему нужно его перевести в более активную фазу. Идет выплеск этих препаратов. Соответственно, эти препараты, они имеют комбинированный эффект. То есть кроме стимуляции и, ну, активации, то, что ты можешь дальше бежать, ну, знаете, второе дыхание. Вот. У них есть эйфорический эффект. То есть они эйфоретики. Офигенно. Они дают ощущение вот этого вот счастья офигенно. Да. Полет на лыжах. Да. Вот если посмотреть, что происходит в конце марафона с людьми, в конце марафона, они все счастливы. Да, да, да. Полет, полет, конечно. Вот. И на самом деле очень многие бегуны и вообще циклики сидят на эндорфиновой игле. То есть, грубо говоря, им нравится вот это ощущение. То есть они ради него идут. Слушай, я просто не могу. Если я пропускаю одну неделю. Конечно. Радость в жизни. Радость в жизни. Радость в жизни. Потому что смотри. Ничего делать не охота. У нас большая часть мотивации, да, вообще у людей что-либо делать. Это либо мотивация от, либо мотивация к. Мотивация от – это обычно от боли, да, от стресса. Убегаем, да? Делаем что-то, чтобы не было вот так. А второе – мотивация к. Вот мотивация к у нас, на самом деле, практически всегда одна. Это мотивация к выплеску эндорфинов. Ааа. Мы все можем себя похвалить только выплеском эндорфинов. То есть, мы там позанимались сексом, у нас выплеск эндорфинов. Мы голодные поели, у нас выплеск эндорфинов. Мы хотим в туалет, сходили в туалет, у нас выплеск эндорфинов. Оооо, это пятая тема, я даже думал, может не касаться даже ее. Идея какая, что что бы ты ни делал, да, ты даже получил повышение по работе, у тебя там, не знаю, выплеск эндорфинов. То есть, нас организм хвалит выплеском эндорфинов за какие-то события. Да, и он хвалит меня за 50 км. Да, но здесь он нас не хвалит, он пытается включить мозг на полную программу, чтобы ты мог дальше бежать. Вот, а ты за одно прицепом получаешь еще и эндорфиновый приход. А, прикольно, да. Понимаешь, да? Да. Вот, и знаешь, аэробика, слышал такую штуку? Ооо, аэробика. Это, знаешь, когда девочки прыгают вот так вот. У Алисы, у Алисы песня была, у Кинчева. Вот, короче, в Америке был беговой бум, когда в геометрической прогрессии росло количество бегающих людей, они все ловили этот приход замечательный, все было классно, и потом придумали аэробику. Аэробика – это когда ты в таком бодром режиме прыгаешь, машешь руками и ногами, и там подключается гораздо большее количество мышц одновременно, чем в беге. И вызвать вот этот вот выплеск намного проще. То есть, там можно за 20-30 минут аэробики получить такой же приход, как от трех часов бега, например. Понимаешь, да? Еще есть такое, знаешь, классное выражение бегунов. Не набегался, говорит. Ну да, не пришло, да, не пришло. Не набегался. Вот, слышишь, не набегался. Не наелся, у нас у нас не наелся. Вот, ну вот, я тебе говорю, это у всех цикликов есть, знаешь, не доперепил. Вот, то есть, на самом деле, это вот как раз человек именно вкладывает. Слушай, а когда бухают, то же самое происходит? Нет, ну там нет, это я пошутил. Эндорфин не выделяется? Нет, там не эндорфин, там по-другому все идет. Там не через эндорфиновый рецептор, там немножко по-другому все идет. Ну ладно, бог. Вот, но идея какая, что именно в это вот не доел там, не добегал, еще что-то вкладывается не то, что не догрузил мышцы, а не получил эндорфиновый приход. Понимаешь, да? Да, понимаю. Вот, и на самом деле я не против этого. Это хорошо, потому что это стимулирует людей к занятиям бегом, спортом, лыжами. Что полезно? Полезная наркомания, я называю это полезная наркомания. Да, потому что по большому счету там же как бы все равно бег, боревшие дистанции это страдание. На самом деле у тебя что-то будет болеть, натирать, ну то есть это тяжело, как бы легче на диване лежать. Реально. Вот нет. Вот у меня нет. Я на диване не могу. А почему? Потому что ты получаешь хорошие ощущения. Мне нужно выйти и мы садим. Идея какая? Потому что у тебя хорошие ощущения от движения и плохие от дивана. Да. Но если у человека наоборот, например, у него от дивана хорошие ощущения, а от бег плохие, очень тяжело его будет замотивировать. А с этим просто родиться, да? Ну не обязательно родиться, очень важно как ты провел детство, потому что в детстве закладывается огромное количество привычек. Малую жуковь. Вот огромное количество, на самом деле, сухожилия закладывается в детстве. И если ты в детстве, до 11 лет его нормально не вырастил, сердечник сухожилия, потом у тебя будут очень часто во взрослых состояниях травмы сухожилия. Сухожилия, да. В детстве закладывается очень много стереотипов получения удовольствия. То есть, на самом деле, программа в голове, что надо сделать, чтобы что получить, очень сильно закладывается с детства. Везде ходить. Вот, и например, смотри, к примеру, в семьях, где орут друг на друга регулярно, на эмоциях, у детей очень часто они начинают, грубо говоря, несознательно искать такую же семью, в которой они организуют, где они опять же начинают это все происходить. Само собой. Такой странный механизм. И тут механизм какой? У них заложилось то, что мы очень привязаны к эмоциональным выплескам, и надо его получить. И вот, например, эмоциональный выплеск в одних семьях, например, его получают через тактильный контакт, в других семьях через то, что друг на друга покричали, разошлись, сошлись, вот эта вся Санта-Барбара и так далее. Из этого стереотипное поведение, как раз психологи с этим активно работают, с разрушением патологических стереотипов и образованием полезных стереотипов. Вот, конечно, полезные привычки с детства – это залог успеха здоровья на всю жизнь. Да. Так. Понял. С этим все понятно. У меня еще есть две маленькие темы. Давай. Сочи. Июль. 38 градусов тепла. Самое жаркое лето последних 5 лет. Было не в этом, а в одном из предыдущих годов. Температура воды в море – 27-28 градусов. Так, отлично. Сириус, школа там, мы пошли купаться. Угу. Я вхожу купаться. Через 3-5 минут я вылезаю и начинаю всех пугать. Чем? Во-первых, меня колотит от холода, физически вот так вот переводит через все тело. И абсолютно белые бескровные руки еще примерно 10 минут. Вегетативный кризис небольшой, да? Вегетатика отработала неадекватно. Но она всегда так работает. Вообще всегда. То есть, для меня выкупаться в Черном море при плюс 27 и прыгнуть 19 января несколько дней назад в прорубь. Одинокое ощущение, да? Мы как раз вместе с Эдом прыгали. Да. Слушай, одно и то же. Мне совершенно не впадало взять и нырнуть там в минус 20, да? Ну, потом будет там, я буду очень долго их согревать. Но суть в том, что вот это вот нырнуть, вынырнуть в прорубь и покупаться там 2 минуты в воде плюс 20 – эффект один и тот же. Я смертельно замерз. Смотри. Именно руками. Даже после проруби лучше, потому что как-то кровь, ну, она принимает и что холодился. Давай, давай расскажу. Это вегетативная реакция. То есть, почему она одинаковая? Потому что вегетатика, ну, грубо говоря, это как рубильник, да? Включается, выключается. В принципе, вегетатика, она срабатывает очень часто на перепад. Ну, то есть, причем перепад, он не очень большой, температурный. Вот. Для того, чтобы сработала вегетативная нервная система, это нервная система, которая отвечает за автоматические процессы, в том числе за сосудистый тонус. Тонус сосудов. То есть, теплее, холоднее, в руках, ногах, это все называется вегетативная нервная система, автоматическая. Вот. Но кровь не доходит, все. Ну, как никто не доходит, если бы не доходил, было бы неприятно совсем, она уменьшается, то кровь. То есть, спазмирует сосуды. Белая, да, рука белая. Вот. И для того, чтобы, ну, то есть, это тип реагирования нервной системы, он для тебя характерный, потому что ты такой хабитус. Хабитус в смысле худой, да? Ну, опять же, да, ну, как бы, в целом, астенического типа телосложения. Так. Вот. И, на самом деле, если ты хочешь потренировать именно эту тему, то лучше всего работают контрастные души. То есть, утром и вечером, когда купаешься, заканчивать прием ванны, да, там душа, контрастным. То есть, делаешь перепады. А ты исходишь в том, что и утром, и вечером человек завязает в душ, да? Ну, да, нет. Ну, раз, несколько дней завязаем максимум. Ты меня пугаешь. Я два раза в день, вообще, три иногда, летом даже бывает и вообще… Нет, летом я вообще никогда в душ не езжу, потому что я купаюсь. У меня такая привычка, я как бы два раза в день моюсь всегда. Нет, я раз в неделю примерно. Мы так с детства всегда нас учили. Раз в неделю надо помыться. Ну, это не вставляем, я думаю. Вот. Нет, можно и оставить. Вот. Ну, то есть, иногда, иногда два. Когда я почувствовал, например, что я как-то вспотел где-то, да? Ну, вообще не потеял. Ну, вот видишь, ты не потеешь. Опять же, это тоже вегетатика, между прочим. Это тоже вегетатика. То есть, потение, выделение вообще любых вот этих вещей, да? Сосудистый тонус – это все вегетативные проявления. И давление, между прочим, тоже это будут вегетативные проявления. Там скачки давления, низкое давление. Вот. И если потренировать эту штуку, да? То есть, можно делать контрастный душ. Вот. Да. Причем, желательно это делать именно регулярно. Причем, уровень контраста должен быть такой, чтобы как раз у тебя именно случалась эта штука. Понимаешь, да? Ага, да. Вот. И если ты это будешь начинаешь делать часто, то, соответственно, организм потихонечку привыкает срабатывать более оперативно. Потому что это бывает, да? То есть, более оперативно сжимать и разжимать, сжимать и разжимать. Вот. И это тренируемый навык, но, опять же, примерно как, ну, в рамках генетики. Потому что у нас у всех разная вот эта вот оперативность вегетативной нервной системы. Угу. И она тренируется, но в определенных рамках, скажем так. Да, понятно. Ну, то есть, это как бы ничего тут такого нет. Ничего такого нет. Это просто вот… А дождя сразу замерзаю вообще весь. Ну, я говорю, целиком. Промерз. Все. Если я промок, даже при плюс 20. Это карантей. Это вот это-то-то-то-то. Тут-то-то-то-то. Я тебе говорю, это вот срабатывание вегетативной нервной системы. Это абсолютно нормальная штука. Ну, если ты хочешь это раскачать, это можно раскачать именно контрастно. Я в большие походы из-за этого перестал ходить. Да. В частности из-за этого. Ну, сейчас скорее из-за того, что детворы мелко много. А еще есть… В частности из-за этого, что я боюсь, что меня высадят там, наверное, на переваре где-то вот дождь. А знаешь, чтобы не бояться в походах, очень есть профессор Ренат Минбалеев. Слышал такого товарища? Нет. Вот. Это такой интересный такой человек из Питера. Он изучал у буддистов дыхание тумо. Есть такая практика огненного дыхания. Вот. Буддистов немножко вытеслили в горы, и они там начали замерзать. Так. Вот. И они разработали методику, которая… Они, конечно, говорят о том, что это, знаешь, нам высокие технологии, 7 лет учиться, как говорится. Минбалеев за два дня этому делал учат. Идея какая? Он там с ними очень долго находился и пытался вычленить рабочий компонент. Потому что идея какая? Он при помощи специфического дыхания резко разогревает тело. Называется противостоять… А вот те, кто стоят на рынке, минус 15, они так дышат все по тумо, да? Ну, возможно, да. Вот. Идея какая? Он прямо подготавливает МЧСовцев, кто в горах работает, да, там все. И вот у него есть даже видеоролик, где он в горах сушит на себе мокрое одеяло. Вот. Да, такой есть дядечка. А еще есть Вим Хофф. Вим Хофф – это больше шоумен такой, да? Вот он тоже там топит с собой бочки со льдом, его сажают в бочки со льдом и ее топят с собой. Вот. Вим Хофф – он тоже про эту же практику, но он ее, знаешь, немножко опобсовил. Это все буряты, да, судя по фамилиям? Вим Хофф – американец, по-моему. Вим Хофф. Вим Хофф или Ледяной Человек его еще называют, Ледяной Человек. Он, кстати, тоже проводит семинары. На наших, да, видимо? Да, он тоже. А вот Минвалеев Ренат, он отечественный гражданин. Ага. И у него есть методика, можно к нему приехать. Офигеть. Он очень быстро учит правильно дышать для того, чтобы жир, который находится растворенный в крови, начал гореть в легких, ну, грубо говоря. Вот. Это будет тепло, да? Там запускается, да, процесс расщепления жиров с освобождением энергии. Тепловой, соответственно. Это тепловая энергия. Печка. Да, он разогревается, да, можно не замерзнуть нигде. Да. Вот. Поэтому пару дней семинара, и ты уже весь тепленький. Слушай, очень интересная история. Блин. Блин, Минвалеев. Ну что. Тогда приступаем к последнему, но я прошу всех женщин и детей сейчас удалиться с канала. Мне уже страшно. Да. Значит, проблема следующая. Я постоянно писаю. Вот просто раз там в полчаса, в сорок минут. Вопрос такой. А давно это началось или нет? Да всегда. А, всю жизнь. Да. И дело еще, как я могу даже объяснить, почему я много писаю. Потому что я много пью. Как это сказать? Да я даже, но я не могу не пить. Я не могу идти на одном стакане воды. Да. Если мы говорим о норме. Очень много пить. Сейчас, знаешь, все время было много разговоров о том, что надо пить сок-то литров в день. Помнишь чистой воды? Я пью 5-6. Я пью 5-6. Я пью 5 литров в день. Просто к тому, что много таких разговоров, что полезно пить и так далее. А сейчас все склоняются к тому, что пить надо по жажде. То есть, хочешь пить, пьешь. Ну, грубо говоря. Да. Ну, то есть, тогда у меня организм сам подскажет. Если потом ты хочешь писать, то все нормально. Писай. И по поводу писать. Какая история? Что если есть позыв, надо его тоже осуществлять. Потому что, например, терпеть очень вредно. Ооо. А, они ссут прямо в воду, когда плывут, естественно, да? Какойный велосипед и бегом просто в штаны. Вот. Один участник, не буду его называть, не нашей группой, другой. Он ходил к нам в сотню бегать. Он ссал вот так. Он ехал на лыжах на горе вниз. И прямо вот так вот под себя ссал, убирал, значит, обратно все. И дальше ехал, чтобы не терять просто времени. Вот эти три ответа, они же на время тренируются. А там 12 часов надо на велосипеде, надо бежать, плыть без перерыва. И он просто про себя делаю это все, да? Да. Я не буду. Они еще перед этим клизму делают, чтобы... Не, ну это, значит, это высокий спорт. Вот. Это достижение, это все такое. Вот. Я просто к чему? Организм требует пить. Все нормально, да? Пить и писать надо по потребности. Но, тут очень важно, типа, всегда так было или нет. Почему? Потому что есть ряд заболеваний, которые приводят к повышенному учащению мочи и спускания. Есть такая штука. И тогда нужно обязательно обследоваться, да? Смотреть, что там с простатой, что там с мочем-то берем. Потому что, например, у меня вот был пациент, который сказал, что у меня какая-то ерунда. Говорит, начал вот часто ходить. Прям чуть попью сразу хочется. В итоге сделали УЗИ, а у него рак мочевого пузыря. И у него просто опухоль начала занимать объем. Да. И меньше объема для мочи, да? Как бы ему постоянно хочется пить. Нет, этот эффект был вечно. Ну, действительно, в детстве я там охлаждался там в водных походах. Ну, вроде никакой это нет. Не-не, я думаю, что это просто такой организм, как бы ничего страшного. В этом абсолютно нет. Ты меня очень сильно утешил. Смотри, здесь ты мне указал на причину и даже подлечил. А, кстати, это надо сдирать или нет? Через сутки. Можно мыс сушить феном. А-а-а. Вот так лучше не делать. А-а-а. Всем пока огромное! Всем подклуб-привет!